Приветствую вас. Я думаю, что определённые проблемы начинаются уже на стадии того, когда вы соглашаетесь на свободные отношения, потому что свободные отношения, это по сути можно сказать так. Самая лучшая форма свободных отношений, когда люди могут проводить вместе время, взаимодействовать в различных сферах друг с другом, в том числе в интимной сфере. Самая лучшая форма таких взаимоотношений, это когда люди в силу своих характеров, в силу своего мышления, в силу типов своих личностей, в силу образа жизни, в силу целей своих задач, просто вот понимают, что вот есть какой-то такой определённый предел, где им будет идти им хорошо. Всё. То есть если они пойдут дальше, если они за этот предел зайдут, им будет скорее всего плохо, а они скорее всего друг другу потеряют. Вот и это самая лучшая форма свободных отношений. Но нужно понимать, что как бы по-настоящему свободных отношений в чистом виде, в чистом виде, так же как и типов людей в чистом виде, практически не существует. Если существует, то это очень мало, большая редкость. Всегда есть контекст, всегда есть надежда, всегда есть ожидания, всегда есть какие-то недопонимания, непонятки и так далее. Поэтому проблема здесь уже находится на стадии, то есть проблема появляется на стадии вступления в армии в свободное отношение. Вот. Проблема уже на этой стадии начинается, на этой стадии начинается уже проблема, уже начинаются трудности какие-то. Вот. Дальше. Ну, смотрите. Что я могу сказать вам? Мужчина, он, судя по всему, негативно воспринял ваш отказ. Ему в интиме. Вот. Я не знаю, честно, честно говоря, насколько, какой контекст имеет здесь ваш отказ, я не могу этого знать. Потому что, ну, есть разные, в принципе, ну, варианты, да. И мне думается, что вам самой лучше знать, насколько вот вы отказали, да, мужчине в интиме. А, соответственно, как бы, вопрос, да, в том, почему вы отказали машине. То есть, то есть, вот, как бы, ну, что вас смотивировало отказать ему. То есть, есть, может быть, есть, там, не знаю, не знаю, может быть, какой-то элемент недоверия есть. То есть, ну, может быть, человеку не доверяется. Ну, вот, или, может быть, что-то ещё. То есть, как бы, ну, понимаете, вот, момент, в чём, да, момент основной в чём. Одновной момент в том, что, да, можно отказать, как бы, вот, человеку можно отказать. Но, как бы, ну, важно, чтобы мужчина, он, ну, например, например, мужчина, важно, чтобы он, как бы, понял, почему ему отказали. Вот. Судя по всему, вы не слишком, вот, вы не слишком до человека донесли этот момент, что, что я тебе отказываю там, потому что. Вот. У человека были другие ощущения, что, ну, это были детские, там, отношения, и он, соответственно, думал, полагал, что, ну, что имеет право на что-то рассчитывать и на что-то, на что-то надеяться. Понимаете? Ну, вот. При этом, я не говорю, что вы обязательно должны ему что-то, нет, просто речь о том, что вы не, вы не, а, смогли выразить, а, ну, мужчине, своего, своего отношения, ему, ему полный мир. Для чего у человека были ожидания, несколько не совпадающие с реальностью. Вот. И, соответственно, если вы ему выражали чувство, если вы все произвели, если вы, там, ну, обозначали свою позицию, да, если вы это делали, там, я не знаю, неоднократно, а человек все равно позиционирует, вот, ну, такую проблему, то в таком случае можно уже говорить о том, скорее всего, что мужчина просто всяк-всяк и ничего больше. Ну, да, там, может быть, это неприятно, но, по крайней мере, это, ну, скажем, скажем, скажем так, да, это реалистично. С этой вот, такая, более-менее реальная позиция, когда, ну, вы четко просто для себя понимаете, что мужчины себя представляют, например. Вот. Как бы это было не, как бы неприятно это было бы слышать вам. Вот. Соответственно, соответственно, что, что можно и нужно сейчас сделать? Во-первых, обратите внимание на то, что вы пытаетесь понять мужчину вместо того, чтобы пытаться понять себя. Это первое, нужно понять себя, да, и разобраться, соответственно, в первую очередь в себе. Второе, что нужно, это, собственно, выразить человеку то, что вы поняли по отношению к себе. Вот. Вот. Вот это, в общем-то, то, что я бы рекомендовал вам сделать. А сейчас вы выглядят так, что вы боитесь, оба боитесь близости, очень, ну, достаточно, достаточно сильно оба боитесь близости. Вот. И, вот, и, вот, то, что случилось, это результат, как раз к тому, что вы оба боитесь близости, и, ну, не совсем, может быть, знаете, что делать с ней с близости, я имею в виду. Ну, вот, и, соответственно, это, вот, тормозить, вот, тормозить развитие, развитие и так далее. Тормозить калстук. Вот. Вот так. Я думаю, нужно ответить на ваш вопрос. То есть, чувствуется некая, знаете, такая вот оторванность, ну, ваша оторванность от себя, от своих призываний, вот, аж. Чувствуется, чувствуется, такая вот оторванность от себя. И, мне кажется, что это, вот, то, что сейчас, на данный момент, является, а, ну, весна и весна серьёзной такой проблемой. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.